Славяне наделили реки, озёра, болота хозяином воды Водянова. С ним связано много всего интересного, и сейчас мы узнаем, почему Водяному приносили разные дары. Перед началом не забудьте поставить свой лайк, ну и подписаться на канал. Приятного просмотра! Водяной – один из главных представителей славянской мифологии, хозяин водных пространств, который живёт в воде. Он не любит суматоху и ссоры, очень мудрый и имеет размеренный характер. Водяной обладает властью над всеми живыми существами, которые обитают в водоёме. К водяным часто обращались за советом. Считалось, что они владеют великими знаниями о таинственных законах мироздания, непостижимых другим существам. Водяной проживает в крупных водоёмах с пресной водой. Это могли быть реки, озёра и болота. Иногда его замечали на суше, в образе пожилого старца. Для проживания выбирать самое глубокое место, где есть круговое течение. Все славянские водяные представлялись на Руси по-разному. Например, сибирские водяные были покрыты рыбе чешуёю ракушками, вместо рук лягушачьи лапы, вместо ног рыбий хвост. По Волжи водяной был зелёным стариком с бородой по пояс, сверкающими глазами. Несмотря на разных представлениях, почти везде крестьяне считали водяных своими далёкими предками, основателями близлежащих деревень. Ну а теперь самое главное, почему славяне приносили им разные дары. Возьмём, например, мельников. Мельники, которые постоянно работали близ воды, особо почитали водяных дедушек. Из-за этого их часто считали ведунами. Когда водяную мельницу только строили, то приносили различные жертвы, например, лошадиные черепа, стесные припасы. Мифология славян говорит о том, что водяные очень любили чёрных животных, поэтому таких всегда держали на мельницах. Любые прорывы плотины и поломки связывали с проказами водяного. И чтобы его задобрить, как я уже говорил, приносили им дары. У славян существует даже легенда, согласно которой, если река выходит из берегов и разрушается преграды, встающие на пути, то считалось, что это водяные хорошенько погуляли на свадьбе. Возьмём теперь пчеловодов. Они верили, что водяную можно слать на их улей дождь, поэтому одаривали его воском и свежим мёдом. А рыбаки отпускали первый улов обратно в воду с просьбой нагнать больше крупной рыбы. Водяного уважали и почитали, приносили им хлеб и другую еду, вырученную на земле. К людям, которые уважительно относились к природе, не загрязняли водоёмы, очищали их, дух относился доброжелательно, иногда даже делал подарки. Мог оставить на берегу драгоценные камни или жемчужины. Жертвовали водяному на Николин день, 22 мая. Невольными друзьями водяных на Руси считались мельники, чьи речные мельницы весело крутились в каждом российском ручье. Мельников уважали, ценили и побаивались. Чтобы водяной не нападал на человека, раз в год по весне приносили ему сесное. День дедушки водяного важен для славян тем, что от него зависит, будет ли в водоёмах рыба водиться и хорошо ловиться, а мельнице зерно молоть. Говорят, и пасечникам помогает, поэтому улей ставят возле рек. В такие дни люди старались порадовать водяного, как я уже говорил, гостинцами и добрыми словами. Что тоже интересно, в каждой местности особенности почитания водяного были свои. Например, на севере к нему особо уважительны отношения. Вот мы и узнали, почему водяному приносят разные дары, и на этом данный ролик заканчивается. Если вам было интересно, то я буду рад вашему лайку и подписке на канал. Всем удачи и пока! Субтитры создавал DimaTorzok